Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители, слушатели и просто заглянувшие на ютуб канал Политсигнал. Хочу вас спросить, как вы относитесь к коррупции? Ну понятно, конечно, если вы не коррупционер. А если вы коррупционер, то наверняка вы к этому явлению относитесь положительно. Ведь вы встроены в эти денежные потоки и грубо говоря, что и это есть ваш бизнес. Ведь так вам хорошо, много денег и машин и недвижимость и даже самолеты, если вы успешный в кавычках коррупционер. Хотя немного страшно, а вдруг арестуют, вдруг раскопают, вдруг кто-то сдаст и придется сесть. И вдруг конфискуют все, что нажито коррупционным непосильным трудом, коррупционными схемами. Вот такое невеселое будущее я нарисовал всем нашим российским коррупционерам. Мне кажется, что тучи на безоблачном небе российской коррупции стали появляться и даже сгущаться. Что вы об этом думаете? Хочу спросить я у зрителей канала Политсигнал. Особенно у тех, кто является коррупционером. Это правильное наблюдение и скоро вас всех посадят? А ваше добро конфискуют? Или не конфискуют? Да, что-то я совсем увлекся. Какие коррупционеры? Сергей, ты о чем? В России доля коррупционеров примерно составляет, наверное, 0,1%. Значит, тебя может посмотреть только 2,4 коррупционера. Если все подписчики посмотрят. Эх, что-то я совсем размечтался. Надо спуститься с небес на землю и спросить у своих зрителей подписчиков, как они относятся к недавним громким коррупционным скандалам. Ко всяким там Арашуковым, Абызовым, Ишаевым, полковникам Захарченко, Черкалину и другим ФСБшникам. Что, скоро грянет буря или опять стороной пройдет? Кто-то успеет сделать громоотвод или поднять ветер? На все это отвечаем мы в своих комментариях и помогает нам в этом выступление Максима Шевченко на Комсомольской правде. Тема называется «Дела Абызова». Вывел то ли 4 миллиарда рублей, то ли 4 миллиарда бакинских, то есть долларов. Посмотрели за это время 104 338 просмотров с 27 марта. 1800 человекам понравилось это и 113 не понравилось. А сколько же у нас комментариев? 426 комментариев. И вот эти комментарии это самое интересное, что есть на ютубе. Итак, смотрим, слушаем и вставляем свои комментарии. Обязательно. Бывшего министра по вопросам открытого правительства подозревают... Любимого Медведевского золотого мальчика, с которым так долго игрались там, как говорится, наверху. Его подозревают в выводе похищенных денег за границу. Ну, мы подозреваем всю эту власть в выводе похищенных у народа денег за границу, поэтому Абызовом больше, Абызовом меньше. А давайте послушаем, кто такой Абызов. Мне кажется, что многие даже не знают, кто это такой. Знаешь, вот еще раз говорю, был такой индийский философ Шанкара. Он когда-то сказал, есть боги или нет богов, это ничего не меняет в моей концепции мира. Поэтому арестован Абызов или не арестован Абызов, это ничего не меняет в моей концепции мира. Вся эта власть нацелена на разграбление страны и на вывод денег за границу. Поэтому все правильно. Ну, все же, давайте послушаем справку, кто такой Михаил Абызов, который подозреваем в хищении 4 миллиардов рублей. Михаил Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам открытого правительства. Однако во время реформы правительства, после избрания Владимира Путина президентом России, эта должность была упразднена, и Абызов в обновленное правительство не вошел. Главными итогами своей работы он назвал перезагрузку общественных советов при органах власти. Подготовку экспертным советам при правительстве более тысячи заключений по вопросам социально-экономического развития страны и запуск портала обсуждения проектов нормативных правовых актов. До перехода на госслужбу Абызов работал на руководящих должностях Новосибирск Энерго, ходил в правление РАО ЕС, был гендиректором Кузбасс Разрез Угля, а также председателем совета директоров РУКОМ. Во время пребывания на посту министра Абызов был одним из самых много зарабатывающих членов правительства. По итогам 2015 года он возглавил рейтинг самых богатых министров, заработав за год больше 450 миллионов рублей. В 2018 году эксперты Форбс оценили состояние Абызова в 600 миллионов долларов. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России он занял 162 место. Ну вот мы напомнили, кто такой Михаил Абызов. Максим Мюнарч, давайте вот спросим у слушателя, как вы думаете, можно ли вообще победить коррупцию? 8800, 200, ровно 97 миллионов. Ты какая коррупция, Рома? Открой глаза. Это вопрос не про коррупцию. Это вопрос про системное хищение и разграбление страны. Такова природа этой власти. Это не какой-то жулик Абызов пробрался туда наверх и ну там как бы пакостить, коррупционировать, выводить деньги. Те сказали, он был министром, занимал ключевую позицию в правительстве Медведева с 12-го года. Я прекрасно помню все это возню вокруг Абызова. Я тогда сам, понимаешь, работал на Первом канале, помню, да, еще работал, числился. И, в общем, я помню прекрасно все вот эти вот разговоры про это, про все, понимаешь? О чем разговоры? Ну, про инновацию, про там методологическое развитие. Вот тебе это классический лидер России. Вы тогда это поддерживали? Я их никогда не поддерживал. Я их просто видел всех. Я их видел. Вот это все, вот это все, вот это вот лакированное, блестящее, ориентированное на, скажем так, респектабельное некую презентацию себя, как чего-то такого передового, на самом деле просто было нацелено на вывод денег за границу. Поэтому я вообще даже не считаю, что это какая-то коррупция, какая-то коррупция. Это их политика такова. Просто если вы против вывода денег за границу, значит, вы против этой власти. Вот и все. Если вы за эту власть, то вы за вывод денег за границу. Это сейчас они просто начали между собой грызся. А Абызов, это ставленник, значит, вот смотри, значит, РАУ ЕС, то есть это человек Чубайса, по большому счету, человек такого системного либерального крыла. То есть начали сейчас атаковать системное либеральное крыло. В Америке Трамп подал запрос, вот как бы прокурор Мюллер сказал о том, что связи Трампа с Россией не обнаружено, а вот связи Хиллари Клинтон с Россией хоть отбавляй. Она беседовала с Сергеем Кириенко, естественно, по атомным делам. Кириенко тогда возглавляла Росатом, а Хиллари в статусе госсекретаря занималась всякими атомными проектами, там, вывозом, разоружением и все такое прочее. И вот она общалась теснейшим образом с представителями либерального крыла российского эстеблишмента. Поэтому вся эта власть такова. Но это не первый министр, Алексей Юлюкаев, экс-министр экономического развития, Анатолий Сердюков, экс-министр обороны. Какой смысл укорять волка за то, что он режет овец, гиену за то, что она питается падалью? Они не могут по-другому. Вот этот вот Абызов, он сейчас сидит, и он не понимает, что он такого сделал неправильного, чего не делают все остальные. Понимаешь, вот я тебя уверяю, он себе взявшись за голову думает, за что, кто меня подставил, кто меня там арестовал, враги, кругом враги. А он, думаете, не знал заранее об этом? Да он вообще, они не считают это преступлением, Ром. Они считают это успешным бизнесом, предпринимательством. Они считают разорение народно-хозяйственного комплекса Советского Союза, его разграбление успешным бизнесом. Только на этом можно заработать сотни миллионов. Нельзя заработать сотни миллионов, выстраивая с нуля бизнес, создавая. Ты можешь заработать деньги какие-то, понимаешь, может даже миллион долларов заработать. Но ты не можешь заработать сотни миллионов, выстраивая с нуля что-то. Ты можешь заработать только, если ты сядешь на какой-то кусок бывшего советского. Типа его как-то так приватизируешь, модернизируешь, и начнешь под себя его подгонять. Вот и все, это их суть. Это суть всего этого государственного устройства такова и всей этой так называемой экономики. 8-800-200-097-02, телефон прямого эфира, у микрофона Роман Голованов, в студии журналист Максим Шевченко. Как разрубить вот эту коррупционную систему? Будем активно принимать ваши звонки. Максим Ильич, а вы вот как думаете, что может вот эту систему разрушить? Вы говорите, что она так выстроена. Как же тогда остановить? Ее может разрушить только сочетание народного гнева и народной политической активности. При наличии, что честные люди из тех институтов власти, силовых ведомств, которые все-таки являются патриотами своей страны и которые понимают, что так дальше продолжаться не может, перейдут на сторону народа. Вот это сочетание, если власть в России вернется народу, то станет национально ориентированной, а не действовать в интересах правящей элиты и крупного капитала, его партнерского, международного, тогда это может быть изменено. Во всех иных ситуациях при любом гриме, либеральном, консервативном, патриотическом, левом, правом, будет продолжаться грабеж страны и превращение ее в такую Африку с Толстым и Достоевским, понимаешь? Как остановить эту коррупционную систему? Сергей из Волгограда нам дозвонился. Сергей, здравствуйте. Сергей. Добрый вечер. Да, вы в эфире. Добрый вечер. Да, это давний вопрос, как остановить коррупционную систему, может начать с понятий, потому что такое благозвучное понятие, как богатство, оно присваивается всем. И мошенникам, и коррупционерам, и ворам, а может быть, и изменить это понятие, богатый, это совсем другой человек, это человек, ну, накопление или благосостояние которого приносит благо всем, а остальных называть присыщенными, заевшимися, погрязшими. Может, на уровне терминологии нам что-то изменить сначала, чтобы как-то обозначать предметы истинными названиями? Сергей, спасибо большое. Ну, может быть, это коррупция, это где-то на подкорке? Я вообще считаю, что это не коррупция. Какая коррупция? Ну, как это правильно назвать? Он был частью власти, он сам правительством руководил, открытым, так называемым. Я помню, Тина Канделаки там все носила с этим правительством, понимаете, и, как говорится, во все трубы свои прелестные трубила по поводу этого открытого правительства. Это как бы прогрессивное, это как бы символ всего прогрессивного и всего позитивного, как и все, где он там работал, за исключением Кузбасс-уголь, где они просто нагло совершенно зарабатывали бабки, распространяя черную угольную пыль по просторам Сибири, значит, и, как говорится, там окрестных территорий, Алтая, Хакасия и там и так далее. Поэтому он просто связан, это связующий человек, и либеральной глобальной олигархии, и тех, кто грабит страну, и тех, кто выводит деньги за границу. Боже мой, да это вот ниточка, Абызов, это ниточка, потяни, и все их полотно вот так начнет как бы расползаться постепенно. Вот Интерфакс передает... Вот еще есть более смешная, вот я смотрю просто новость, вообще я своим глазам не верю. Кабель правительственной связи похитили из коллектора около Кремля. Какой Абызов, мы что пишем, это не голоса, это вот РБК сообщает. Фрагмент кабеля рядом с Большим Москворецким мостом напротив Кремля украли фрагмент кабеля правительственной связи. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. То есть фраза прогнила что-то в датском королевстве, она уже даже не смешная. Если около Кремля воруют кабель правительственной связи. А вот Леонид на связи, Леонид, а вы удивляетесь задержанием министров? Или нет, вот как раз вы из Москвы, и кабель вас тоже должен волновать. Вы знаете, если можно, во-первых, я старше вас обоих, даже вашего возраста сложить, поэтому Леонид Сергеевич. То есть вам 87 лет? Я извиняюсь. Нет, я не знаю, сколько вам, но мне сейчас 5 лет. А, ну да, вы старше. Давайте не будем издеваться над возрастом. Нет, ну складывать мы не будем просто, мне 53, например, тоже. Ну, это вы моложе моей старшей дочери. А у них голос такой молодой, больше не пью и не курю. Но я, в отличие от вас, еще Сталина помню. Вы знаете, Максим, вы такой же фантазер, как ваш противник Николай Сванидзе, как все, вот, из нового поколения пришедшие в перестройку люди, которые отпихнули то, что было раньше гнилое, и решили, что вот теперь что-то будет новое, и передрались. Вы все передрались друг с другом для меня. Дело в том, что далекие даже 50-е годы было примерно то же самое, и в 60-е, и в 70-е. Жалко, что оборвался предыдущий вот звониш, потому что я люблю, когда мне устраивают такие выволочки такие, как бы так помахивая пальцем, говоря, вы не понимаете, молодой человек, пряток, где называют молодым человеком, и говорят, что я не понимаю. Поэтому давать такие вот звонки может еще раз за нас дозвониться этот радиослушатель прекрасный, и как бы продолжит свое норовочее. Замечательный журналист Максим Шевченко. Мне лично очень нравится. Он очень много знает и умеет это донести до собеседников. Хотя бывает, на мой взгляд, излишне эмоционален, и поэтому его иногда заносят. Достаточно вспомнить его драку со Сванидзе год назад в этой же студии комсомольской Прады. Так вот, Михаил Абызов. На канале Политсигнал есть много роликов, рассматривающих этого человека в других подробностях. Список будет дан в конце ролика и по примечаниям. Но давайте зададимся вопросом, а сколько коррупционеров в России? Вот я сказал, что их примерно 0,1%. Откуда взялась эта цифра? Тебе сказать не знаю. Что-то так подумалось. Мозг выдал такую цифру. Но не может быть их так много, что 1% от 160 миллионов, значит 1,6 миллиона. Что-то много. Вот 160 тысяч еще куда-то туда не шло. Так вот, почему мозг выдал такую цифру? Потом стал анализировать эту ситуацию. Посмотрел на цифры под роликом. 100 тысяч просмотров и всего 113 дизлайков. Этим людям не понравились слова Максима Шевченко про Абызова, про коррупцию. Может быть, как раз и есть эти люди, коррупционеры. Мне так подумалось. Мою мозгу подумалось. Ну, тогда, в принципе, все сходится. 100 человек от 100 тысяч. Это и есть 0,1%. А что, вполне себе ничегошные оценки. Мне нравятся. Но я на этом не успокоился. И полез куда? Конечно, в интернет. Посмотреть, какие там цифры, оценки. И каково было мое удивление. Я там их не нашел. Никаких цифр. Ничего. Даже в Википедии их нет. Там говорится о каком-то 132 месте России по коррупции из 180 стран. Много-много слов. И все не то. Да эти цифры коррупции. Их нет. Это что? Какая-то секретная информация? Мне уже становится страшно. За себя. И за вас. Срочно выключите компьютер. И все забудьте. Это шутка. Хотя я нашел одну очень интересную публикацию за 2014 год. Которую хотел бы вам и рассказать. Итак, начинаем. Публикация находится на таком ресурсе, как kublog.ru. И называется «Белая и черная коррупция». Я публикован аж 21 февраля 2014 года. Ну а что? Всего лишь 5 лет прошло. Вы думаете, что-то сильно изменилось? Мне так кажется, что изменилось. Но не в лучшую сторону. Или в лучшую. Давайте оценим. Итак, давайте посмотрим про что-то в публикации. Итак, «Белая и черная коррупция». И вот фото. Краснодарская краевая общественная организация. Антикоррупционный консорциум. И тут приведено консорциум kuban.ru. Итак, что тут мы видим? Начинаем читать. Что рождает и как убить коррупцию? Об этом 20 февраля в конференц-зале отеля «Платан Южный» научно рассказывал кандидат психологических наук Александр Ковальский, имеющий большой опыт работы помощника депутата. Организатор открытой лекции с темой «Психология коррупции». Краснодарская краевая общественная организация «Антикоррупционный консорциум». Руководитель проекта Ирина Дубовицкая. Она же руководитель ТТД выпускников российских вузов. В зале были бизнесмен Владимир Мартышин, общественный деятель Михаил Джурилло, представитель газеты «Аргументы и факты» и торгово-промышленной палаты Краснодарского края. Всего около 15 человек. Ну хоть 15 человек прослушали все это дело. Коррупция бывает белой и черной, рассказал Александр Ковальский. Белая – это осознаваемое обществом и принимаемое им явление. Черное – осознаваемое и неприемлемое явление, которое стремятся ликвидировать. Белая хуже, чем черная. Согласно выводам Александра Ковальского, наиболее коррумпированными структурами в современной России являются 5 организаций. Министерство обороны РФ, а также подведостный ему спецстрой, Министерство транспорта, а также Росавтодор, Минэкономразвитие, а также Росимущество и Росреестр, Министерство здравоохранения и социального развития, Роспотребнадзор, Министерство финансов, в первую очередь Департамент бюджетной политики, Росстрахнадзор и Федеральное казначейство. Один из наиболее запоминающихся выводов, сделанных Александром Ковальским, относится к мотивации коррупционеров. Это очень интересно, это меня заинтересовало. Дело в том, что коррупционное поведение имеет несколько мотивов. С одной стороны, взяткополучателем движет корысть. Это видимая и наиболее известная причина. С другой стороны, глубинный мотив заключается в реализации игровых мотивов коррупционерам. Вот это вообще непонятно. Ну, наверное, да. Это означает, что человек, берущий взятку, интересуется не столько деньгами, как таковыми. Он бессознательно играет роль, в которой ему нужно придумать схемы, строить планы, скрывать полученную выгоду. Для него это мощный заряд энергии. Я бы сказал, наверное, это не только мощный заряд энергии, но это как бы его и бизнес. Ведь так, дополнительный бизнес. То есть он как бы бизнесмен такой. Такого коррупционера вам ни один полиграф не расшифрует, уверяет Ковальский. Озвученная лектором формула, даже формула есть, для определения вероятности принятия положительного решения, положительного решения коррупционера, выглядит так. Так что, коррупционеры, запишите эту формулу. ER равняется S минус P умноженное на D, где S это субъективная оценка выгод от взятки, P субъективная оценка вероятности наказания, и D субъективная оценка потерь от наказания, P умножается на D. ER ожидаемый чистый доход от взятки может быть равен нулю. В первом случае, во втором случае, быть отрицательным, и в третьем случае, быть положительным. В случаях A и B, то есть в первом и втором, чиновник не возьмет деньги. В случае V, в третьем случае, возьмет. Слушатели задавались вопросом, как приблизить показатель ER к нулю, или вообще, чтобы он был отрицательным. Поступил ряд предложений. Автоматизировать выдачу разрешительных документов, разрешительной документации на местах, перемещать сотрудников, принимающих решения между подразделениями, организовывать показательные увольнения, поднимать заработную плату чиновникам, открывать линию телефонного доверия. Вот у меня еще одно есть предложение. Кастрировать всех чиновников, чертовой матери, кто не успел завести детей. А что, нормально, у Александра Македонского и у наших царей были такие чиновники. И ничего, работали, и все было отлично. Итак, сколько же в России коррупционеров? Точной цифрой не владеет никто. Но Александр Ковальский привел статистику, по которой 70% госслужащих могут взять, а могут и не взять. Вспомним формулу ER. Оставшиеся 30% госслужащих делятся на тех, кто не возьмет никогда, и тех, кто сомневается. Задача каждого государственного учреждения выяснить при приеме на работу соискателя, какой группе он принадлежит. И далее принимать решение о приеме на работу. В чем же выход? Можно сказать. Как ликвидировать коррупцию? Ответ в просвещении. Обучать и говорить с простыми людьми о коррупции нужно много и системно. Привлекать СМИ к освещению фактов осуждения коррупционеров, не позволяя ей стать белой. Вот такая вот интересная, на мой взгляд, публикация. Итак, мы начали с золотого мальчика, любимого Медведевым, и дошли до высот обобщений и анализа. Минимум 70% чиновников надо сажать. Их в России, по данным Росстата, на 2016 год было 2146 человек. Итак, умножаем 2146 на 70%, получается примерно 1 400 человек чиновников. Вот столько у нас коррупционеров, ну минимум потенциальных коррупционеров, которых надо сажать. Что же было у нас сделано? В 2016 году правоохранительными органами удалось за совершение коррупционных преступлений привлечь к уголовной ответственности всего лишь 1600 чиновников. Это что же, граждане, получается? Чтобы у нас всех чиновников пересажать, которых составляет 1 400 000 потенциальных преступников, нужно тысячи лет? Это как так понимать? Что-то мало. Встает конкретный вопрос к господину генерального прокурору Чайки. Почему так мало? Если будете так плохо работать, поставим вопрос перед самим президентом. Пардон, это не то. Включаем то. Поставим вопрос перед самим президентом. И всех посадим. Смотрите наши передачи, смотрите, слушайте. Продолжение следует.